Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». У нас сегодня в гостях народный артист Российской Федерации, который самого себя играл в кино минимум раз десять – Леонид Аркадьевич Якубович. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Здравствуйте, Евгений Владимирович. В этом году будет 20 лет, как Якубович получил звание народного артиста. 20 лет? Да, второй год, 1 июля второго года. За что? Ну вот, по собственным ощущениям, вот, если бы Якубович самому себе надо было это звание, за что бы дал? Нет, я бы сам себе не дал. Ой, вот это вот пошло, вот это вот. Ты спросил, я ответил. Я, нет, погоди, мы же взрослые люди. Вот этого во мне нет вообще никогда. Если я о чём говорю, я так думаю. Но с точки зрения телевидения, это, наверное, правильно. Потому что, по какой-то загадочной притене, считаю, что те, кто работает на телевидении, вовсе не относятся к искусству. Они вообще как-то вне чего-то. Может быть, к работникам культуры, например, как библиотекаре. И то, что кому-то там присвоили столь высокое звание, говорит о том, что всё-таки, всё-таки, вероятно, телевидение – это искусство. Если к нему так относиться, то тогда это искусство. А если так не относиться... У нас когда-то был разговор с одним милым человеком по поводу того, что телевидение – это искусство или технология. Он утверждал, что телевидение – это чистая технология. Владимир Владимирович Пузнер. Он так считал. Это спорный постулат. У меня другое мнение по этому поводу. Я всё-таки думаю, что телевидение – это искусство. Хотя бы потому, что оно рассчитано практически на всех. Или когда-то было рассчитано на всех. А это большая ступенька, большая степень. И доверие в том числе. Любой актёр может стать телеведущим, если речь идёт о каком-то формате, расписанном заранее. Если это не аналитика, а по правилам игры. Если не опускаться ниже плинтуса, а по словам «актер» разуметь профессию, думаю, что да. Правда, сюда включаются ещё некие параметры, как в кино. Всё же человека должна любить камера, как это говорится в профессиональных кругах. Хотя, повторяю, если это актёр в истинном смысле этого слова, он с этим справится. А Якуловичи камеры любят? Говорят, что да. Мне трудно судить об этом, но так мне говорили операторы. И так мне говорили режиссёры, которые сидят за пультом. Говорили, что да. Я не могу судить. Я сам себе не нравлюсь. Внешне или по тому, что говорится? Нет, это удивительно. Это вообще человеческое. Мне говорили, что очень многие не любят, например, собственный голос в записи. Я тоже не люблю собственный голос. Я не люблю, как я выгляжу. Это всегда так было? Прямо с самого начала? Всегда. Я фильмографию посмотрел в основном. Ну, не в основном, конечно, но очень много камера. То есть Якубович играет Леонида Аркаевича Якубовича. Ну, или ведущего какой-то передачи. Это предлагают всё время так? Или просто... Я не помню, о чём ты говоришь. Ну, например... Штук десять могу прямо из Википедии перечислить фильмов, где... Ну, я знаю только один. Не, ну, начнём с Балабанова. Брать два. Ну, это почти документалистика. Это просто попросили поддержать эффект его прихода на телевидение. Якобы, что он видит известных людей и реагирует на это. Это первое знакомство было с Бодровым? Нет, мы с ним... Ну, это нельзя сказать, что это знакомство. Но мы, конечно, мы виделись несколько раз. Но я не был с ним знаком. Хорошо. Нет, конечно, нет. А как отношение вообще к этому... Ну, это называется феноменом. Что вот Бодров человек, который играл в общем... Ну, скажем так, не в стегнеев помянутый. Прямо скажем. Вот он играл себя. А вот он стал культовым абсолютно актёром и персонажем. Абсолютно точно. Есть объяснение какое-то? Тут очень много всего сослось. И плюс великое обаяние, харизматическое. Попадание, конечно, тысячепроцентное. Я когда-то знавал ещё одного человека. Слава богу, он жив до сих пор. Я думал, что он будет примерно таким же в свои годы. Киношный. Это Збруев. Почему-то это не случилось. Судьба. Не могу объяснить. Хотя по тому, как он выглядел на экране, и так, как его мгновенно полюбил зритель, я думал, что это... Я через много лет потом это вспомнил, своё ощущение. Вот как раз когда Бодрова увидел младшего, какой-то поразительный эффект. Я не думаю даже, что, во-первых, можно, а во-вторых, что это нужно объяснять. Просто так случилось в нашей жизни. Повезло нам, конечно, невероятно. Невероятно. Вот уж на самом деле. Просто поразительный эффект. Ты прав. Два фильма ведь, собственно говоря. Брат один, брат два. Причём ещё более удивительно. Как известно, нельзя пойти два раза в одну реку. И это редчайший случай, когда повтор едва ли не лучше, чем оригинал. Ну и во всяком случае не хуже. Но изумлению подобно. Брат один и брат два. По восприятию. Это очень редкий случай. Просто очень. Если это, правда, не сериал. Но два отдельных фильма просто поразительные. Просто поразительные. А из своих киноролей чем гордимся больше всего? У меня, собственно, одна хорошая была, большая дедушка. Вот, которую мы с Ажей Стриженовым сняли. Там же и сценарий, по-моему. Нет, у меня была... Я написал повесть. Это Аркашечка Инин, с которым мы дружны, наверное, лет 50. Я даже не знаю, сколько. И с которым сделано больше 40 капустников, знаменитых капустников. Которые они сначала делали под Новый год в Доме кино. С Аркановым было такое балабольство на двоих, очень смешное. Потом там зародился капустник под Новый год. А потом это всё стало на кинофестивале показываться. И поскольку он, он же руководит сценарными курсами во ВГИКе. Кстати, он сказал одна же поразительную вещь совершенно. Вот уж афоризм. Он мне сказал, вот что бы ты ни писал, совершенно не имеет значения. Это может быть тяжёлая эротика. Это может быть какая-то кровавая, совершенно какой-нибудь кровавый триллер. Мелодрама, вообще не имеет значения, что. Если то, что ты написал, можешь в виде сказки рассказать детям и им понравится, оставь. Нет, выкини к чёртовой матери. И я ему много раз приносил всё, что я писал. Потом вдруг он сказал, вот из-за того он может получиться киносценарий. Это был как раз «Дедушка» или «Дедок». Даже, по-моему, я его по-другому как-то назвал. Забыл как. Он прочитал. Кстати, он предложил название «Дедушка моей мечты». Там было несколько иное. И я до сих пор удивляюсь, почему я его не убил за время работы над сценарием. Потому что он выкидывал всё кусками. Объясняя мне вот эту вот страницу текста, которую ты написал, всё это можно передать одним взглядом. А вычёркивать то, что ты написал сам, это вивисекция. Можно сойти с ума. Он выкидывал вот такими вот кусками. Наконец он сказал, нормально, ищи режиссёра. И опять прошло некоторое время. У меня дома мы сидели, пили чай с Санечкой, с Риженовым. Ну и книжка эта, ему понравилось, всё ещё написал. Я ему показал. Он вообще читал сумрачно до самого конца. Но конец там такой перевёртыш. Он говорит, слушай, давай кино делать. Я сказал, давай. Совершенно не понимаю, что имеется в виду. Ну, и мы стали работать на киносценарии. Это был второй человек, который я чуть не убил. Потому что он стал выкинуть ещё больше. Объясняя мне, что вот это, а это не главное. Потом стали искать деньги. Это была совершенно отдельно фантастическая история. Наконец мы нашли деньги. Мы практически и не спорились по поводу выбора героев. Но в какую-то секунду выяснилось, что у нас денег на главного героя нету. Никаких. Тогда мы решили, что главного героя будет играть, например, не артист, которому надо платить гонорар. А надо найти, где-нибудь поездить, поездить, где-нибудь найти такого деревенского мужичка, такого старенького, который бы типажно подошёл под роль. Но денег на командировки тоже не было. И тогда Сашке пришло в голову, говорит, играй сам. То есть, вначале так и не было задумано изначально? Да ничего подобного. Ну, во-первых, на это и времени не было никакого и всё остальное прочее. Ну, я как-то, потому что наше общее дело, я сказал, давай. Но тут мне пришла светлая в голову мысль, что самое противное, что может быть в актёрской профессии, это грим, переодевалки эти и учить текст. Вот это, конечно. А так всё замечательно, светло и радостно. Зная это, я немедленно вычеркнул все слова из роли Ба. Вообще все. И сделался у меня дедушка, который шамкает. Чего он говорит, неизвестно. Он всё равно старенький очень. И вот что, никто не знает, что он говорит. И всё. И мы сняли фильм удивительно добрый. И я знаю многих, которые смотрели, прям ахали. Просто, почему он куда-то раз, и два раза его показали, и всё. Ну, так тоже бывает. Хотя, хотя мне жалко, потому что такой добрый фильм. Такая сказка новогодняя. Абсолютно новогодняя сказка. Я, кстати, поскольку был грим упомянут, позволю себе небольшой секретик такой раскрыть. Потому что сейчас я убедился, что гримеров не допускается. Зачем? А это же часть профессии, разве? Только что было упомянуто, что без грима. Это же не грим. Грим – это что-то серьёзное. Это действительно... То есть это всегда изначально, прямо вот было так, с самого начала профессии? Практически всегда. Но это ведь, вот это чистая технология. Ну, нехорошо, когда в кадре блестит, там, лоб надо запудриться. Просто потому что это некрасиво по кадру, не потому что я этого стесняюсь. А просто он бликует чего-то, можно иногда глаз заплыть от этого блика или ещё чего-то. Сам себя помазал и пошёл. Вот когда дело касается, там, скажешь, дедушки. Ну, когда надо, да, образ нарисовать. Там образный грим. Ну, конечно, это должен заниматься художник. Это профессия. А так, чего людей затруднять? Усы. Есть такая роль, ради которой они могут быть сбриты? Нет. Вообще нету такой роли? Никогда. Это, то есть, это, я же знаю, что это жена попросила отрастить. Да. Она сказала, если сбришь, то заведёмся. Ну, я же знаю, что один раз они были сбриты случайно. Это было огромное количество лет тому назад. Ну, примерно, когда это, 90-е? Нет, раньше. Так. При каких обстоятельствах? Это, я думаю, что это был, наверное, девич, на телевидении-то не работал. Это был какой-то... Разве это было такое время, когда... Да. Это какой-нибудь был, наверное, 70-какой-то. Ну, а что за обстоятельства? Нет, 80-е, наверное, какие-то 80-е годы. Угу. Мой приятель, который был директором, по-моему, Московского областного театра комедии. А мы дружились, очень дружились, и были гастроли в Ижевске. И, во-первых, мы решили поехать туда на машине, в Ижевск. У меня был первый москвичек. Бабушка моя, Полина Савельевна, светлой памяти, неожиданно сказала, что... Вот я тут копил деньги на похороны. Я решил, что это, в общем, как-то глупости. Ну, что, в самом деле, не найдутся, что ли? И подарил мне деньги. Был куплен Москвич 412-й. И мы поехали туда. И вот мы жили с ним в большом люксе, где практически каждый вечер или каждое утро проводились некие совещания по поводу, что там творится на гастролях. А гастроли – это отдельная вещь. И поскольку меня это не касались, эти гастроли совершенно, меня устроили администратором. Я стоял в ванной и брился. В гостинице? В гостинице. А там пока шло совещание. А я остался и брился. И чего я решил подкоротить усы? Ну, поскольку ручки, поэтому выяснил, что этот стал короче этого. Тогда я подровнял, и стал короче этого. И в результате я доигрался до того, что я вдруг обратился в Гитлер. У меня две такие полосочки здесь. Я страшно испугался и сбрил вообще. Ну, и сбрил себе, и взял. И, значит, оделся и вошел в комнату. И, походившись ко мне, мой приятель, вдруг сказал, товарищ, выйдите отсюда, у нас совещание. А потом понял, кто это, и обалдел. И у меня было ощущение, что я хожу по улице без трусов. И я карандашом у девочек нарисовал все усы, и мне было комфортно, пока они не отросли обратно. С этих пор я их не трогал никогда. Они как-то сами по себе живут. То есть иной раз я там какой-то подровняю, если один ус торчит. А так они сами по себе живут. При том, что огромный опыт написания сценариев, «А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, культовые советские передачи». А каково при работе на сцене или на съемочной площадке подчиняться режиссеру? Нет ощущения, что я-то лучше знаю, что надо делать? Ну-ка... Вот, допустим, опыт работы на сцене МХАТа. Да. Там же, я насколько понимаю, надо было жестко. Баяков такой человек, который прям, как мне говорили, командует прям как на фронте. Это верно, но все же следует отдать ему должное. Конечно, он постановщик хороший, и режиссер он, конечно, хороший. И это два слагаемых абсолютно точно складывались на том, что я отстоял свое мнение в некотором смысле. Вообще было все не так. Когда меня позвали в лавр... Лавр – название спектакля. Да, по Водовозкину. Я обалдел, конечно, ничего не понял. Эдуард Владиславович предложил мне такую роль. Тогда, честно сказать, я пришел к нему в кабинет и сказал, ну, я же понимаю, зачем вы меня позвали. Афиша, понятно, все, коммерция, но... Теперь дайте мне возможность доказать, что я не только для этого сюда пришел. Он сказал, что ты имеешь в виду. Я сказал, дайте мне вот эту роль. Он сказал, это невозможно. Я сказал, ну, давайте попробуем. На эту роль было выбрано, по-моему, то ли 4, то ли 5 человек из МХАТа. Как-то так случилось, что в результате остался я один. Это его заслуга и моя заслуга, конечно. Просто я отстоял свое мнение. Просто я доказательно доказал, что я могу. Это ведь не первый раз происходило. Первый раз, когда мы играли... Я много лет играл в «Энтрепризе», в очень смешном спектакле. «Будьте здоровы, месье». Смешной спектакль. С очень хорошими актерами. Очень хорошими. И Волковы, и Андриенко, и Кулагин. Там замечательные актеры. И я поставил тоже условие, что если я в течение одной минуты, одной, не переломлю ощущения зрителей, а я это почувствую точно, как любой, что на сцену вышел вот этот, который около барабана, я уйду. И на третий или четвертый раз я с холодной остаюсь. Потому что так опять случилось. Нина Чусова ставила спектакль. Ну и как-то мы с ней сошлись довольно быстро. Она хороший режиссер. И как-то так. И пошло, и пошло. Мы годы пять, наверное, играли этот спектакль на полный аншлаг, на дикий хохот зрителей. И то же самое было на «Лавре». Мне очень печально. «Лавр» — это событие. И книжка — это событие, и спектакль. Конечно, событие. Переполненный совершенно зал. Та самая великая тишина в зале. Все говорило о том, что, безусловно, я прав. Конечно. И очень много откликов, которые в том числе получил я, чем я был несказанно рад. Потому что в некотором случае удивлен. Я все равно каждый раз не очень понимаю... Это на самом деле так. Я не очень понимаю, от чего я стою на сцене, например. Это, наверное... В некотором смысле я думаю, что это и хорошо. Хотя, не знаю. То есть это дело не в самооценке. Это внутренние ощущения. Я думаю, что человек вообще все время должен быть недоволен собой. Тогда что-то из этого может получиться. Но когда и Водолазкин ко мне подходил, и... Ну, это тяжелая роль. Это схимник, монах. В средневековье становление христианства на Руси. И там подходили люди церкви довольно высокого ранга. И говорили всякие слова. Ну, или как-то... Но самый большой эффект был для меня. Это то, что дочь моя, которой там 24 года. Ну, естественно, она была на премьере с женой. Потом совершенно неожиданно, не сказав мне, она пришла туда с подругой. И второй раз, и третий. Она была четыре раза на спектакле. 24 года. А тема тяжелая. Это не хохотушки. И для меня это был большой показатель. Очень большой. Гораздо, может быть, больше... Ну, или равный тому, о чем я говорил раньше. Это большой показатель. На мое удивление, не более того. Просто даже, я бы сказал, изумление. Спектакль сняли с репертуара МХАТа в связи с тем, что пришел новый художественный руководитель. Я сейчас не буду обсуждать, из-за чего это произошло. Внутренние конфликты театральные. Но то, что сняли это из репертуара, большая ошибка. Просто большая ошибка. Безусловно, повторяю, это и в театральном мире, и вообще в мире, в культурном слое, это, конечно, событие. Ну, я помню, что там очень было много разных публикаций. Большой был скандал с приглашением, кстати, еще и Бузовой. Стоп, это другой спектакль. Это другой спектакль, это тот же театр. Да, верно. Я сейчас, кстати, по поводу Бузовой, это удивительная история. Я не могу расценивать всерьез всю эту... Я даже не могу назвать это критикой. Потому что визг по поводу того, что на сцене Бузова, практически ничего не говорил. Потому что никто доказательно не доказал или хотя бы оценил. Она вообще хороша там в этой роли или нет? Ну, Бузова, ну, ай-яй-яй, и что? Она хороша в этой роли? Не видел. Дипломатично. Да нет, я на самом деле не видел. Но я просто видел один спектакль, в котором я участвовал. Я спектакли в Амхате-то и не видел. Ну, во-первых, там, я как раз был занят этой вот четвертой книгой. И все ночами я сидел и писал счастливо. Вот. Поэтому я просто этого не видел. Но на самом факте, это правильно. Ну, хорошо. Ну, пусть кто-нибудь пооценил. Она не соответствует роли. Это второй вопрос. Кстати, не могу предъявлять претензии постановщикам программы. Уже директору театра только. По той простой причине, когда театр входил в категорию государства, что правильно. Потому что, как я много раз утверждал и утверждаю до сих пор, в основе благополучия государства лежит отнюдь не экономика. Ничего подобного. Культура. С этой точки зрения, это вопрос государственный. И когда театр был государственным учреждением, никто особенно не занимался коммерцией. Да это было как-то неправильно. А так, задача театра какая? Задача театра в том числе и выживать. А потом вторым кругом сделать что-то качественное, что-то художественное. Так, собственно, присутствие Бузовой набило полный зал. Ни одного лишнего билета спрашивает, чего давным-давно в Амхате не было. На улице спрашивали билетики, где это Бузова играет. С этой точки зрения, это правильно. С этой точки зрения, правильно. Вообще, это худо. Ну, худо это что? Театр занимается только тем, как бы накормить труппу. И как бы выжить и получить прибыль, чтобы можно было купить новые декорации. Не дело. Театры почти все на бюджетном финансировании государства. Ну, это неверно. Неправильно. Так я думаю. То есть, наверняка это неправильно. Это неправильно. Так либо государство должно кормить. Конечно. 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 Нет, кормить – плохое слово. Государство должно обеспечивать высокий уровень культуры населения. А судьи кто? Кто будет определять высоту этого уровня? Государство. Чиновники? Нет, я не сказал чиновники. А что есть государство в этом? По словам чиновники, ты сейчас разумеешь нечто отрицательное. С этой точки зрения, по словам чиновники, я разумею человека или институт, который помогает. Для меня была всегда страшная загадка, как какое-нибудь министерство начинает командовать тем, чего надо делать. Это неправильно. Ну, к примеру, министерство просвещения должно раз в год, предпочтим, собирать учителей и справить вам, чего надо. Потому что только учитель знает, как и чему учить детей. Как только наоборот, так обязательно перевертыш. Это то же самое, как и на много раз. Это худо, потому что это не просто раздражает. Это делается смешным. А смешным – это на грани унижения. Это совсем плохо. Когда стали в фильмах зачеркивать сигареты и женскую грудь, это… Мы проходили это, не только мы, в мире это было уже. Это все было. Но с таким успехом можно тогда заклеивать в музеях, обнаженную Венеру Миловскую, надо обязательно наклеить бумажки. И очень смешно, когда здесь такая заклейка, а дым идет, и он рукой… Это из категории «заставь дурака Богу молиться, он у него лоб расшибет». Это не просто перебор. Это делается смешным. Это неправильно. Особенно в сфере искусства, культуры и вообще интеллектуального чего-то, должны быть чиновники, соответствующие этому понятию. Мне просто Марк Григорьевич Руднештин рассказывал, что он в свое время ходил во французское… Ну, Госкино, ну, там есть как бы… Это четыре человека. Это три кабинета и четыре человека, не исключая… Ну, там, видимо, еще есть секретарь, уборщица. А у нас огромный аппарат ведь, Госкино. Потому что страна большая. Нет, вот по этой причине, о которой мы говорили. Чем больше контролирующих дяденек и тетенек, Чем вообще медленнее движется дело. Эти четыре человека, вы чем заняты? Они абсолютно точно понимают, что сейчас надо. В кино, например. Они примерно понимают конъюнктуру рынка. Им надо зарабатывать деньги. Потом они выбирают кого-нибудь, кому они доверяют, и говорят, нам надо вот это. Иногда бывает наоборот. Когда приходит творческий человек к этим дяденькам, к продюсерам, и убеждает их, что то, что он придумал, это стоит того, чтобы этим заняться. Тогда они обеспечивают ему возможность это воплотить. По-другому не будет. Это абсолютно точная сцепка. Это категория. Если это распадается на части, и кто-то начинает топать ножками, дело не будет. Но все великие режиссеры, представься, любого французского режиссера, итальянского, ну назови любого. Не, ну француз, если про француз мы говорим, нет, итальянский, это понятно, Феллини. Сразу же. Теперь, за все на секундочку, что Феллини вызывает Министерство культуры Франции и говорит так, вот то, что вы тут наснимали, вот надо вырезать вот это, вот это и вот это. Понимаешь, всегда надо представлять себе, что не ты главный в этом деле. И это правильно. Я когда-то придумал, я думаю, что довольно точную систему качелей. Она довольно забавная. Правда, я никому это особенно не толдычу, но я придумал. Вот скажем, ты директор, а я у тебя главный конструктор. Кроме всего остального, ты всегда, везде и всюду будешь говорить, что ты тут вообще ни при чем. Что у тебя такой гениальный главный конструктор, что, конечно, только он. Ну, конечно, а как? Ну, куда без него? А я, в свою очередь, буду говорить, нет, ну, ребят, ну, я тут вообще ни при чем. Это директор. Потому что, если бы не он, да что я стою с своими мыслями? Мы друг друга поднимаем. Ничего при этом не пытаясь, не завидуя. Просто мы так придумали эту игру. Как только мы на ровных встали. Начинается это, я главнее, ты главнее. Все, разошлись. Только понимание, что в эту секунду это на самом деле так. Я дал тебе задание и отступаю в сторону. Другое дело, что я обязан это задание выполнить. Потому что это государственная, предположим, задача. Яковлев, Туполев, Мигулин построить новый самолет. Это задача. Теперь я должен предложить решение этой проблемы таковое, чтобы она устроила того, кто этот заказ выдал. Но это я могу сделать. А тот, кто дает задание, сам самолет построить не может. Но это немыслимо. Ведь так было много раз. И великие там, скажем, руководители государства могли вызвать Туполева или Яковлева, или кого угодно, или Полякова. Искать, нужен самолет. А он строил. Кстати, я сейчас, когда речь была про Туполеву и про авиацию, по простой достаточно ассоциации, вспомнил одно из интервью, где утверждалось, что человек, который испортил настроение летчику перед полетом, должен нести уголовок. Уголовная ответственность. Конечно, конечно. До сей поры летчик на земле проходит расстояние, думаю, что такое же, как в воздухе. Это сумасшедший дом. Ну, это много, муторно и долго. Хотя, и, кстати, не всегда это понимание существует в летном, например, деле. Никто ведь практически, практически никогда не заботится о том, в каком настроении приходит летчик в кабину, первый или второй пилот. Это второй вопрос. Дело не в его профессиональной подготовке. Умеет ли он сажать или взлетать, или держать самолет в сложных погодных условиях. Но его психологическое состояние не менее важно, чем его профессиональная пригодность. У него за спиной пару сотен пассажиров. И от того... Понимаешь, он не должен думать о том, Причем здесь настроение. Сейчас объясню. Что такое настроение? Это же не состояние здоровья. Мы же именно про настроение говорим. Да, психологическое состояние здоровья. Он не должен думать о том, что у него дома там больной ребенок, и чем его кормить, и где достать лекарства. Нет. Он не должен думать о каком-то идиоте, который на него наорал, потому что он курил в неположенном месте где-то там. Исключено. Исключено. Это как... Хотите другой простой пример? Ниже, конечно, по уровню ответственности. Так нельзя портить настроение актеру, который сейчас выходит на сцену. А кому можно это портить? Никому. А вот так вот? Никому. Потому что настроение или хорошее настроение вообще общество это государственная задача. Человек должен идти на работу в хорошем настроении. Тогда будет дело. Хотите простой пример из телевидения? Я до сих пор никак не могу понять. Я клянусь тебе, я сто раз об этом говорил. Я плохо сплю. Я практически не сплю. Поэтому где-то часов в 6 утра, а иногда и в 5. Я уже... У меня включен телевизор. И параллельно я тут работаю. И у меня включен телевизор. Что же я узнаю в 5-часовых новостях? О том, что где-то разбился автобус и погибли люди. О том, что был пожар. О том, что у нас горит тайга или еще чего-то. И весь этот вал негативной информации обрушивается на меня с каких песен? Мне на работу идти. И работать на государство, которое ни хрена не умеет делать. У него все валится. Чего мне рассказать? Мне что-нибудь хорошее? На что в стране ничего хорошего не происходит? В советские времена нам рассказывали про закрома Родины. Значит, надо вернуться... Это правильно. Понимаешь, ну где-то родился ребенок, где-то построили дом, где-то корабль спустили новый на воду. Ну что-нибудь хорошее расскажите мне в 6 утра и понимая, что есть перспектива в очень тяжелых условиях, в каких бы не было. Но оказывается, смотри, что-то хорошее делается. И у меня тоже возникает желание, чтобы мне тоже рассказали, что-то сделать такого. Это государственная задача. Я абсолютно в этом убежден. Но честное слово. То есть новостную повестку надо выстраивать на оптимистической ноте, получается? Вообще надо выстраивать повестку государственную на оптимистической ноте. любую. Вот, кстати, когда насчет курил в неположенном месте, я вспомнил недавнюю новость, что уволили стюарда Районера, это такой лоукостер европейский, за то, что пассажир стукнул, что он выпивал. Он заметил, что он там себе налил и выпил. А вот если это не отражается на работе, вот мы же знаем людей, которые могут выпивать и при этом совершенно адекватно и грамотно выполнять свою работу. Нет? Не могут. Не могут? Нет, это уже доказано, это медицинский фактор. Так. Алкоголь может вызвать едва ли не минутное, секундное, но временно, понятно, ограниченное количество часов, минут, секунд, когда ты впадаешь в эйфорию или сбиваешь нервное напряжение. Потом это в отрицательный фактор уходит. Всегда? Всегда. Всегда. В конце концов, если сказаться Стюарта, то он обязан выполнять должностную инструкцию. Что бы ни было, это как приказ во время войны или в мирное время, но приказ для военного, это, его не выполнить нельзя. Потом ты можешь оспорить этот приказ, ты можешь попробовать убедить, если сможешь, командира в том, что приказ, например, преступный. Ты можешь отказаться выполнять этот приказ, конечно, но тогда не лезть туда, где этот приказ выполняют. Ты можешь сказать, я не полечу, я стюард, извините, если не выпью 100 грамм, я работать не смогу, но я не пойду на борт. А самому никогда не приходилось за штурвалом быть слегка выпившим? Нет, это невозможный вопрос, потому что этого не может быть. Хорошо, а за рулем? это было, наверное, пару раз в жизни, но это было очень смешно. Приходилось, просто так случалось, я приезжал куда-то на машине, а там Аркадьич, ну вы понимаете, ну как, ну ладно, ну перестань, ну как, мы за командира, ну это. и бывали случаи, когда я понимал, что я до дома не доеду, тогда я шел к милиционеру, я говорил, это дело в том, что я, не взяли меня как-нибудь, тогда они садились за руль, меня довозили до дома, зашла патрульная машина, я говорил, большое спасибо, ребята, два билета на поле чудес, я шел домой, и все, это было. У нас по формату положено, чтобы гость приносил какой-нибудь артефакт, какой-нибудь предмет. Вы меня этим заданием замучили, у меня очень много, поэтому вы решили обойтись без сломать формат? Нет, я принес, причем, он не совсем правильный, значит, это говорящая шапка, по-нашему, шлемофон, пилота по-2. По-2 это что? Подляков-2. Это тот самый самолетик, на котором девочки во время войны, вот эти самые ночные ведьмы летали. Причем я специально держу в руках вот это, потому что по первым годам, 41-42 год, ничего этого не было. Вот примерно вот так выглядела эта шапка. Почему я взял этот предмет? Хотя, повторяю, у меня довольно много того, о чем можно было с интересом рассказать. Мне предложили участвовать в съемках фильма о ночных ведьмах, об этих самых девочках, которые вот, два женских полка. Идея Грязодубовой, с чем она и пришла к Сталину, и так далее. Для того, можно, чтобы снять этот фильм, а я же сумасшедшенький, я трое суток летал на По-2. В Минске у меня было несколько учителей, которые посадили меня в кресло, или, как у нас говорят, в чашку. Сначала я научился летать на маленьких самолетиках, потом я закончил авиационное училище в 2002 году и пересел в кресло второго пилота Як-40. А в 96-м году я впервые тронул ручку вертолета. Это было в Вязьме учебном тренировочном ряде, который тогда и до сих пор жив, слава Богу, Казимир Тиханович возглавлял. Научил меня управлять вертолетом такой Валера Ярик, следователь памяти. И было у меня потрясающе два учителя. Это герой России Николай Федорович Гаврилов, у которого феноменальный позывной с Афгана. И позывной ему дала земля. У него позывной маэстро. Он феноменальный. Я представляю, как управляет самолетом, вертолетом, но то, что он делает, для меня это что-то. Второй человек, который посадил меня в вертолет окончательно, такой Николай Петрович Мачанский в Белоруссии. Феноменальный человек, создавший огромный авиационный клуб. Я такого музея авиационного, пожалуй, да и не видел нигде. Ну вот, и у Мачанского в Белоруссии был найден самолетик. Тот самый ПО-2. Удивительным образом сохранился двигатель с плашечкой завод имени Сталина. Оригинальный двигатель. Сохранилась приборная доска. Сохранилась часть металла. металла. Остальное пришлось восстанавливать, потому что сделано из дерева, пластик, трехмиллиметровая проволока. Да вот, собственно, да и все. И повторяю, для того, чтобы снять этот фильм, я, значит, трое суток летал на ПО-2. И днем, и ночью. Где-то я поставил задачу попробовать работать конвейер. Взлет-посадка, взлет-посадка, значит, условия простые. Ну, примерно, аэродром подскока в 40 минутах лета до цели, обратно, и так, не вылезая из кабины, заправка еще раз, заправка еще раз, и так, так, как было. Где-то на шестой, на восьмой раз я понял, что я хожу с ума, я просто устал. Я здоровый мужик, я просто устал. Уже у меня, уже я переставал видеть и понимать, что происходит. А у них было до 18, иной раз до 20 вылетов за ночь. Где-то по темному, ну, в 6 часов, там, зимой, взлет, и так, бесконечно, практически не вылезая из кабины, только выскочить, пописать, или тебе горячий чай, принесут или кофе. Я летал летом, где-то примерно днем, ну, 18 градусов, может, 20, но при этом я мерз в кабине, потому что все-таки 100 километров в час скорость, плюс еще набегающий поток от винта. И хотя на мне был вот этот шлемофон летом, я мерз. а зимой, а минус 25. Я почему держу вот это, по той причине, что поначалу вообще связи не было. Сидит первый пилот, сзади сидит штурман. Значит, если я штурман, я постучал по правому плечу, иди направо, по левому плечу, иди налево, давай вниз. Если мне пилот показал, я скис, бери управление на себя. Ранен, например. Я никак не мог, причем, надо сказать, гидравлики никакой нет. Приборов, ну, примерно, основных штук 8. Рукоятка управления двигателем, тумблера там, значит, потребители включить. Ну, авиагоризонт, естественно, часы, температура двигателя, указатели поворотов, скорость по вертикали, где-то основные. Но, извините, и всего, и планшетка на колене. Ночь. Ну, мало того, что надо еще лететь куда-то, но при этом всем еще надо, еще сброс бомбозапаса. Иногда они брали на коленки еще несколько бомбочек, чтобы было дополнительно, что сбросить на голову фашистов. Но это долететь туда. Это мало того, что там зенитка работает, и там довольно плотный огонь, но надо же еще долететь. Единственное, что спасало, он летит со скоростью 100 километров, а Мессер, скажем, 450. он просто мимо пролетает. Говорят, что за сбитый по два даже давали крест при случае, потому что это довольно трудная история. Но как? Я никак не мог, эти девочки с худенькими ручками, 18, 19, 20 лет, как они жили во всем этом? Я клянусь, я был настолько поражен, и когда мне потом после съемок подарили вот эту говорящую шапку, и она каждый раз, я смотрю, я думаю, что, ну, по тем временам уже было не положено, но все, все до одной, это герои Советского Союза. Я не представляю, как они это пережили, причем не только летчики, но техники, девчонки, на морозе, руки, с палец кожа сходила, потому что перчатка, ты же с двигателями ничего не сделаешь. Пожалуйста. Он меховой. И очки не зря, потому что надо одеть очки, ты же не видишь ничего, 100 километров в час, попробуй на скорости высунуть голову из машины на 100 километров в час. Вот такая вот штука. Потрясающий рассказ. Да. Спасибо. У нас еще одна традиция в передаче есть, мы финишируем. Какая-то какая? У нас есть золотая рыбка, дядя Володя. Дядя Володя. Да, так его зовут, китайского карася. Можно попросить у дяди Володи что угодно? У меня одна просьба, дядя Володя, сделай так, чтобы мои родные были здоровы. А мне больше ничего не надо. Спасибо, пусть так и будет. Спасибо, Леонид Анатольевич. Да нет, что ли. Спасибо, Леонид Анатольевич. Спасибо, Леонид Анатольевич.